Добрый день всем присутствующим. Добрый день. С вами компания Китфинансы, я Елена Беляева и наш очередной бейфинг, посвященный техническому анализу нашего рынка. Давайте посмотрим, что у нас сегодня новое. Сегодня последний день торговой на неделе. И, в общем-то, никаких таких серьезных событий не происходило в последнее время и, в общем-то, не ожидается. Единственное, продолжается сезон отчетности. Он начался недавно в Америке немножко. В это время обычно бывают какие-то, так скажем, неожиданные движения, связанные с выходом, не предсказуемым выходом результатов компании. Сегодня, скажем, банковая фарга отчитывается. И если, скажем, он отчитается хорошо и это будет отыгрываться на американском рынке, то на это могут реагировать наши банковские бумаги. То есть связь некоторая существует, поэтому в периоды отчетности очень часто бывают такие взаимосвязанные движения. Итак, больше, в общем-то, на этой неделе ничего важного не ожидается. И, собственно, скорее всего, вот та консолидация, в которой находится рынок, находився с момента открытия, с 8-го числа, пока вот эта вот ситуация, скорее всего, будет продолжаться. И также перенесена будет на следующей неделе, по крайней мере на понедельник, а дальше уже, может быть, будут какие-то подвижки, в которых уже можно будет ориентироваться и участвовать. То есть сегодня, в пятницу, скорее всего, нет смысла бросаться в открытие каких-то позиций. Сначала нужно убедиться в том, что на рынке какие-то стабильные процессы начали развиваться. Пока вот об этом говорить рано. Поэтому сейчас мы наблюдаем консолидацию на индексе МГБ, и она вполне, в принципе, законно может быть еще даже развиваться дальше. И если будет движение даже ниже, уровень 1500, это еще не будет означать, что все плохо и не будет означать, что движение вверх закончилось. То есть, в принципе, еще какое-то остаточное движение вверх вполне возможно в ближайшее время. Вот мы с вами рассматривали вот этот восходящий канал на индексе. И мы говорили о том, что цена, вот она находится в верхней половине этого канала, но она его на самом деле еще не коснулась. Поэтому вот это вот движение еще окончательное с касанием верхней половины этого канала вполне, в принципе, может произойти буквально даже на следующей неделе. Поэтому пока вот на данный момент цель по индексу МГБ это уровень, давайте посмотрим на большем интервале, вот уровень предыдущих максимумов, уровень 1540-1550. Вот в этот район все-таки вполне вероятно движение будет продолжено, а там уже дальше все будет зависеть от ситуации, от того, как будут складываться события на мировых рынках, что там будет происходить и так далее. То есть то, что сейчас у нас происходит, вот такое крикосрочное движение сейчас вверх, на него можно по-прежнему рассчитывать и собственно те длинные позиции, которые были открыты в прошлом году, их можно продолжать выдерживать. И собственно еще и даже можно успеть что-то купить в расчете на вот это движение. То есть еще можно в этом поучаствовать. То есть единственное, что, ну в общем-то, наверное имеет смысл проговорить. То есть когда вы открываете позиции, когда вы формируете портфель и так далее, то есть нужно, чтобы это вы делали осознанно, с пониманием того, насколько долгосрочная эта позиция, какая, какую цель вы преследуете, на какое движение рассчитываете, чтобы все было предельно понятно. Не просто так купили и потом не знаем, что с этим делать. Вот, поэтому здесь в принципе разные варианты возможны. То есть можно, скажем, сейчас формировать вот этот так называемый крикосрочный портфель с расчетом на вот это доборное крикосрочное движение к уровню 1550. Это одна история. Можно более как бы дальше взглянуть и, скажем, построить торговлю на, так скажем, среднесрочную перспективу. Опять у нас начинается год и, как обычно это по традиции, весной неплохо себя чувствуют дивидендные бумаги. И можно, соответственно, в свой портфель включить какую-то дивидендную бумагу тоже с расчетом уже на более долгосрочное движение, на 2-3 месяца вперед до отсечки. И, соответственно, в этом случае выбирать бумагу, по которой ожидается какая-то дивидендная доходность выше, скажем так, средней по рынку. Такие акции мы несколько раз перечисляли. Их можно самому вычислить и посмотреть. У нас на сайте есть дивидендный календарь, я показывала, где он находится. И, соответственно, там уже ориентироваться по списку, что можно посмотреть. Ну, традиционно это такие бумаги, как Сургут, Нефтегаз, ПРЕФ, ТАТ, Нефть, ПРЕФ, МТС. По этим бумагам дивидендная доходность средняя, выше, чем по рынку. И там еще чуть-чуть несколько бумажек, у которых тоже дивидендная доходность, ну, так скажем, чуть больше средней. Вот, скажем, такие варианты возможны. Можно, в этом варианте, я думаю, что можно акцию Мегафона взять как вариант. Здесь истории нет, поэтому ориентироваться не на что, тут техники никакой нет. И пока не будет, пока не будет, не растет история. Но, как бы, по традиции, обычно в дивидендных делах телекомы обычно вели себя неплохо. То есть, можно, как бы, такой вариант тоже рассмотреть. Но, тоже еще один момент, тоже хотелось бы, чтобы вот эта ситуация была, так скажем, осознанна. То есть, когда формируете портфель, все-таки я бы советовала, чтобы половина портфеля, или как минимум половина портфеля была в первом эшелоне. То есть, рынок все-таки слабый, и денег на рынке не очень сильно много, и притока пока не наблюдается. Может быть, ситуация будет меняться, но тогда уже будем как-то приспосабливаться. А вот пока сейчас, в настоящий момент, на рынке продолжает оставаться такая напряженная ситуация с наличием денег, так скажем. И поэтому все деньги кучкуются именно в ликвидных бумагах. Поэтому в такой ситуации увлекаться какими-то мусорными бумагами, какими-то неликвидными бумагами не стоит. То есть, что-то там одно напробовали, две бумаги, в зависимости от того, какая величина вашего портфеля можно себе позволить, но ни в коем случае не позволять, чтобы вот это количество этого мусора в портфеле перевешивало, то есть, чтобы он у вас превращался в какую-то свалку. То есть, это ни в коем случае нельзя позволять. Поэтому вот саму структуру позиции в портфеле нужно хорошо продумать. И вот рынок на самом деле сейчас дает такую возможность, динамики на рынке сейчас нет. И в текущей ситуации есть некоторое время, чтобы понять, что вы хотите от своего портфеля, от своих позиций. И, соответственно, есть время распланировать, разделить приоритеты и, соответственно, составить список бумаг для себя, которые должны войти в ваш портфель. Я все-таки считаю, что половина, как минимум, портфеля должна быть в самых сильных бумагах. А это в первую очередь Норникель. Там, несмотря на то, что впечатляюще раз мы уже наблюдали, и если вы открывали с нами позиции в прошлом году, то их пока продолжаем удерживать. Если нет, то, в принципе, еще и не поздно к этому делу присоединяться. Тут еще после вот этой консолидации у сопротивления в 6 тысяч рублей здесь, скорее всего, будет еще и вторая серия продолжения в район. Где-то там может быть 6,5 тысяч, может быть, даже выше. И здесь еще, в принципе, можно участвовать в этом. То есть такие бумаги, как Норникель, тоже Роснефть, хоть здесь, в общем-то, тоже не очень большие перспективы. Я думаю, что, ну, если позиции в этой бумаге есть, то можно в них продолжать оставаться. Если нет, то, наверное, и не стоит открывать. Вот здесь потенциал движения в ряде большой, но, в принципе, он, скорее всего, немножко есть. Поэтому на что-то еще, на продолжение движения можно попробовать рассчитывать. Поэтому эту бумагу в портфеле поддержать можно. Вот сегодня началось движение на ВТБ. Мы тоже давно за ним приглядывали, за этой бумагой, и говорили, что если движение начнется, то тоже потенциал движения здесь достаточно впечатляющий. По крайней мере, где-то в район 8 копеек вполне может цена сходить. И по текущему уровню это достаточно неплохие, в общем-то, перспективы. Поэтому здесь можно участвовать. И тоже говорили о том, что нужно за этой бумагой наблюдать каждый день, напоминало об этом. И вот на пробое 5,555, на пробое этого уровня мы говорили о том, что надо, соответственно, заходить. То есть, кто это сегодня на открытии делал, тот, соответственно, поступил правильно. То есть, если уже вот сейчас посмотреть на ситуацию тоже, в принципе, не поздно. Единственное, что хорошо бы дождаться какой-то здесь коррекции. Может быть, даже к этому уровню на следующей неделе обратно сверху цена подойдет. И, соответственно, можно будет рассматривать вариант входа в позиции по ВТБ. То есть, эту бумагу тоже считаем одной из основных. И вот тоже включаем в ту кучку бумаг, которые должны быть, ликвидных бумаг, которые должны быть в портфеле в первую очередь. А вторая уже половина портфеля, там могут быть какие-то менее, так скажем, ликвидные бумаги. Но, скажем, эти бумаги могут неплохо повести себя в том случае, если на рынках начнутся покупки. Вот из таких бумаг можно, скажем, взглянуть на что-то из компании Мечел ММК, НЛМК, то есть из этой компании. То есть, все это вместе букетом не стоит заваливать свой портфель такими. Надо что-то выбрать одно, то что, ну, все зависит от того, какой увеличенный портфель, конечно, может у вас есть возможности. Вот. Но, как бы, сильно перегружать портфель перепроданными бумагами тоже опасно. То есть, с одной стороны, красота перепроданной бумаги, вот сейчас мы смотрим на Мечел, красота состоит в том, что бумага очень дешевая и очень близко, скажем так, к уровню поддержки и риски, как бы сказать, минимальные. Но никакой нет гарантии, что эта бумага будет расти и она не пойдет еще ниже. Поэтому доля таких перепроданных бумаг в портфеле должна быть очень небольшая. То есть, это, ну, вот, скажем, одной такой бумаги на весь портфель, в принципе, мне кажется, было бы достаточно. Поэтому увлекаться и набивать портфель всяким подобным мусором не стоит. Рынок совершенно не тот и не подходящий для того, чтобы такими бумагами забивать себе портфель. Так, Кирилл пишет, что приедут управляющие фондов с праздников и все раскупят. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы, да, оно так произошло. Но смысл, опять-таки, в следующем, что покупки, они будут возможны только в том случае, если будет какая-то поддерживающая информация. Наш рынок все-таки никогда не существует обособленно. То есть, он все-таки очень внимательно следит за тем, что происходит на рынках нефти, на рынках западных. Сейчас на западных рынках достаточно, мне кажется, высока вероятность некоторого коррекционного движения вниз. И нефть, если вы посмотрите на графики, пару дней ведет себя не очень прилично. Поэтому, вот, в той ситуации, если на западных рынках не будет ничего хорошего происходить, наш рынок тоже не разбежится и не будет расти именно рынком. То есть, в отдельных бумагах, да, в отдельных бумагах могут быть какие-то выбросы, в которых очень сложно участвовать. То есть, сейчас мы наблюдаем вот такие вот явления, они есть, вот, скажем, на распадской второй день продолжается вот это красивое и интересное движение, но непонятно с какими тут целями и насколько долго. То есть, в районе где-то 70 рублей, 69-70, там находится уровень сопротивления, скорее всего, там все и закончится. Вот, то же самое на полюс золоте, тоже пару дней продолжается красивое движение, но тоже нет никакой гарантии, что оно будет продолжаться и дальше. Возможно, что там уже все и закончилось. Вот, то есть, в том случае, если не будет поддерживающей информации, будут просто вот такие вот выносы отдельных бумаг, в которых сложно участвовать и на которых очень сложно зарабатывать. То, что нам бы хотелось видеть на рынке, конечно, это хотелось бы видеть такой подтвержденный рост, то есть, когда идет рост по всему рынку, и тогда уже, собственно, легче в этом участвовать. Вот, поэтому без подтверждения движения будут носить хаотический характер, на них будет сложно зарабатывать. Вот, поэтому нужно структуру своих позиций составлять таким образом, чтобы были, как бы, разные идеи задействованы и в этом случае какая-нибудь идея да сработает. Вот, да, Киел пишет, что вы забыли, когда это так было. Да, действительно, мы уже забыли, когда, как, когда выглядит, выглядел нормальный рынок, и когда движение в 1% в день не удивляло нас, а движение там в 5% по рынку было нормально. Это, действительно, мы уже забыли об этом, но то, что вот мы имеем сейчас, вот, после двух лет вот этого никакого рынка, то есть, у нас есть все-таки надежда. И надежда это состоит в том, что вот этот нисходящий тренд на индексе МВБ, он все-таки был будто бы пробит. И, собственно, если будет подтверждение вот этому движению, вполне возможно, мы все-таки что-то приличное здесь можем и пронаблюдать в ближайшее время. Ну, вот, по крайней мере, на весну, возможно, да. Вот, поэтому такие возможности, в принципе, надо использовать. Вот, поэтому имеет смысл сейчас все-таки потратить время и выбирать те акции, которые больше шансов в этой ситуации проявить себя хорошо. Так, вот, собственно, как-то вот немножко бессистемный такой обзор получился. Ну, сейчас посмотрим, что забыла. Наверное, забыла сказать, что про Сбербанк сказать забыла. Я думаю, что здесь, ну, не так уж очень интересна вот эта ситуация со Сбербанком. Может быть, конечно, я и ошибаюсь, но мне кажется, здесь будет уровень 100 рублей очень сильно ограничить вот это движение наверх. То есть, чисто психологически эта отметка очень сильная. И, собственно, до прохода этого уровня непонятно, какие дальше перспективы. Поэтому, мне кажется, Сбербанк сейчас, ну, не так интересен, как вот то, что мы назвали в первую очередь. Да, и также с Газпромом тоже. Мне кажется, что здесь не такие уж тоже какие-то интересные перспективы здесь. Но какой-то еще потенциал движения, да, возможно, он в район 51-52 рублей вот сейчас есть. Но дальше тоже пока вот, честно говоря, бабушка на двое сказала. Поэтому вот другие акции, мне кажется, в текущей ситуации выглядят интереснее, чем Газпром. Вот, собственно, так. Так, что еще мы смотрим обычно? Мы смотрим обычно фьючерс на индекс РТС, но, честно говоря, там ничего нового и интересного нет. Тут все тот же самый вот этот боковичок с поддержкой, с сопротивлением. Пока вот этот диапазон торгуется, пока, к сожалению, здесь каких-то идей для открытия, так скажем, международных позиций нет. То есть внутридневное, да, внутридневное движение можно каким-то образом пытаться ловить, а вот в междневных позициях пока бы здесь, наверное, я бы не открывала. Так, в целом сейчас посмотрю, какие есть еще тросы. Сберплев. Ну, на самом деле Сберплев, он, на мой взгляд, сильно от плевов все равно никуда не уйдет. То есть вот в текущей ситуации, если все-таки говорить про Сбер, Сбер, всегда мы рассматриваем Сбер в коннекте с ВТБ, потому что это один и тот же сектор, банковский сектор, да. Вот, то есть в текущей ситуации я бы все-таки отдала предпочтение ВТБ. Он сильнее перепродан, там есть больше потенциал, и там есть некоторые такие фундаментальные идеи, да, так называемые СПО и так далее. То есть там, как бы, мне кажется, более интересна эта тема. То, что касается Сберпланка-Плефа, вот он до сих пор находится вот в этой вот фигуре, вот если мы сможем смотреть более такие удаленные графики, и здесь вот эта вот пила, она может продолжаться еще, ну, непонятно какое время, поэтому здесь рассчитывать на какие-то сильные движения нет оснований. Вот так вот, я бы сказала. Собственно, все, наверное, да. Так, и, наверное, на этом мы и закончим сегодняшний обзор. Ждем изменений на рынке. В 5 часов все-таки советую поглядеть, будет ли какие-то подвижки на рынке американском там будет. Как раз выйдет этот отчет Волсварга. Немножко может подтолкнуть в какую-то сторону рынок, либо в ту, либо в другую сторону. И, соответственно, ждать следующей недели и ждать на следующей неделе каких-то более адекватных сигналов. Всем спасибо за внимание и до свидания до понедельника. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok